И всем привет, меня зовут Ритсу и добро пожаловать в еще одно прохождение, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас на повестке дня игра такая под названием Symbiosis. На самом деле я видел эти игры, видел точнее игры от этого автора и все думал, когда я с ним могу поиграть. Его, собственно, недавно, я так понимаю, ну я нашел, собственно, перевод русификатор на эту игру, поэтому пришло время, надеюсь, еще остальные игры переведут, потому что они довольно популярные. У них также несколько концовок, несколько концовок, но это база, это в принципе база. Игра повествует нам о какой-то семье, о ведьме, семье ведьмы, которые живут в лесу, но кто-то к ним в гости приходит и пошло-поехало, как говорится правильно. Правильно, неправильно, мы с вами посмотрим, к чему все это у нас придет, к чему это все приведет и так далее. Ну а перед началом видео, как обычно, напоминаю и приглашаю вас подписаться на мои социальные сети, которые вы можете найти в описании под этим видео. Не забывайте также тыкать на ссылки, если вы можете, если хотите поддержать меня материально, также вы можете это сделать через донат. Не забывайте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и ставить, конечно же, лайки, ваши лайки. И комментарии, обязательно. Я все читаю по возможности. Вот. Тык-тык-тык-тык-тык. В принципе, let's go, правильно, let's go, посмотрим. Глубоко в лесу есть роща, где ветви и деревья вцепляются за шею, а воздух пропитан вредными испарениями, которые высасываются из человека саму жизнь. Вот так у нас, блин, лес страшный. Уф. Уф. Не хочу. Не хочу. В центре рощи стоит дом ведьмы, высокомерный, могущественный и несчастный. Не общаясь ни с кем, кроме чудовищных созданий, ведьма трудилась над своими замыслами, не зная отдыха. Каждое полнолуние путешественники исчезают в тумане, после этого их больше никто не видит. Ходят слухи об этих несчастных душах. Кто-то говорит, что они заблудились в лицу, другие говорят, что они просто исчезли. Но больше всего говорят о том, что они были убиты. Но все сходятся во мнении, что это вина ведьмы ее проклятого дома. Уф. Уф. Нифига себе. Нифига себе. А что внезапно так музычка долбит? Это точно из самой игры идет мелодия? Почему ты драмба заиграл? Ту-тиу-тиу-тиу-тиу-тиу-тиу-тиу-тиу. Что ты заиграла такое вообще? Успокойся, успокойся. Старая карга не проследует за тобой сюда. Черт, черт. Мне нужно идти в место, чтобы спрятаться быстро. Ааа, подожди, просто стоп. Сохранить, стоп. А, у меня ничего в кармане есть? Ничего? Фак. Куда прятаться? В ванную, вот сюда. Ааа. Это мертвое тело? Мне нельзя прятаться там, в шкафу? О, я могу спрятаться здесь. Ааа, тихая. Женщина, нашла тебя. Нееет. Ааа. Фатафак. Хорошо, почти никаких повреждений и тело в хорошем состоянии. Приношу извинения за то, что оборвала твою жизнь, но твоя смерть не будет напрасной. Эй, Патриция, ты здесь? Портативная рация, и причем очень качественная. Хм. Зачем такая профессиональная аппаратура? Большинство туристов берут с собой только мобильный телефон. Пожалуйста, ответь. И столько, это не просто турист. Возможно, они уже были готовы к отсутствию сигнала. Так кто же ты? Здесь кто-то есть? Чшш. Если бы я знала, что ты не просто какой-то турист, подумала бы дважды, прежде чем убивать тебя. Но, увы, все, что осталось, это найти твоих друзей. И теперь у нее вопрос встает, за кого мы, собственно, здесь будем играть-то, я не знаю. За охотника или за охотник? За добычу. Вот так, наверное, выразится правильно. Должна ли я ответить? Ну... Привет. Кто ты? Где Патриция? Она сейчас занята. Итак, кто это? Тишина, они отключились. Эти незваные гости в доме. Они могут стать проблемой, если их не остановить. Здесь не так много места, чтобы спрятаться. Угу. У нее мой старый дневник. Должно быть, она украла его, когда вломилась в дом. Научное исследование для создания... Я где-то говорил слово гомункул. Ага. Возьмите образец лекарственной мандрагоры, которую вы будете использовать, как базовую модель эмбриона гомункула. Нет, только не гомункулы. Последний раз эксперимент человеческий над гомункулами закончился печально. Олды помнят. Олды помнят. Ту самую серию замечательную на ютубе. Ну ладно. Возьми часть человеческой ткани, добавьте ее в 3 мл раствора. Соотношение эритроцитов и лейкоцитов, в котором 1 к 5. Далее добавьте в этот же раствор 3 микро... Микрограмма хлорофила. А, неважно. Так, а можно посмотреть полностью? Теперь важное. Добавьте в этот же раствор 3 микрограмма хлорофила из листьев абрида псиса талиана. Храните при температуре 98 градусов по Фаренгейту в слабо освещенном помещении 3 месяца. По Фаренгейту, кстати, это не так уж и много, по идее. Ну как? Не, на самом деле много. Не трогайте полученную смесь на протяжении всего этого времени. Круто. А еще тут что-то есть. Через 3 месяца раствор превратит темный бордовый цвет, и его консистенция будет напоминать доостывшую пасту. Следующий этап должен выполняться точно по инструкции для получения надлежащего результата. Наполните чашу с тонким наконечником раствором. В стерильной среде вы прысните раствор на яйцо куропатки. Яйцо поместите в инкубатор, в котором должны находиться 4 колонны крови мужчин на 6 месяцев. В течение этого времени меняйте треть крови каждые 6 недель. Не доставайте объект из крови и держите его в темной и стерильной окружающей среде. После 6 месяцев достаньте объект из крови. Крови или крови? Господи, у меня постоянно проблемы с этим. Я извиняюсь. I'm sorry. А, женщина голая справа. Ладно, это можно. Это можно. Это наука. Это наука. Откройте инкубатор и взращивайте то, что вы создали. Будьте внимательны, существо должно потреблять столько питательных веществ, сколько ему потребуется. Нет, все-таки это гимунку. Если бы ты была все еще живая, получил ответ на свои вопросы. К сожалению, я больше не смогу расспросить тебя. Блин, интересно. Морозилка. Выглядит не очень аппетитно. Даже вы к этому не привыкли. Что ж, интересный, конечно, поворот событий. От этого человека осталось не так уж и многое. Так, а другие не могу открыть. Инструкция о том, как извлечь кровь из свиньи. Первоначально использовались мясниками. На этой диаграмме показаны и лучшие места для разреза. Как известно, у людей из свиньи общий ДНК составляет 98%. Достаточно просто применить один метод другому. Класс. Берем на вооружение. Тело подвешено вниз головой, позволяя крови стекать с шеи. Блин, ужас, куда я попал? Пара баночек. Еще пара баночек. Вот так ведьма, конечно. Реально ведьма настоящая. К сожалению, легко потеряю счет времени. Вы не особенно увлекаетесь ботаникой. Но это было необходимо. Так. А кровище на ковре или что это такое? На ковре кровище. Так. 350 миллилитров C. Да, да, да. Когда я покупал эту доску, я думала, что буду пользоваться ей чаще. Мне даже больше не нужна эта памятка. Формула выжжена мою мозгу. Это же какие-то у них там компьютеры стоят. Анализатор соединений. Вы уже не пользуетесь им так часто, как раньше. Для проверки чьих-нибудь органов. Вы уже не пользуетесь им так часто, как раньше. Почему? Так. Флаконы с химикатами. Все? Больше ничего нет тут? Ладно, сайонаре я пошел. Мам, мам, ты здесь? Этот ребенок еще не спит? Неудачное истечение обстоятельств. Мин, что такое? Нифига себе, Чепчик. Придел, Чепчик. Мам, посмотри на мой рисунок. Давай. Очень мило, дорогой. Правда, я потратил немного времени? Это ты и я. Он думает, я выгляжу так. Так он, видимо, слепой, что ли? Он слепой, что ли? Ты что, слепой, сынок? Искусство вряд ли является его сильной стороной. Никто никогда не учил его рисовать. Я прикреплю его к холодильнику. Теперь, может, пойдешь спать? Хе-хе-хе. Я пытался заснуть, правда? Это трудно, когда так тихо. Может, если мама почитает мне сказку и ложит меня в постель? Я быстрее засну. Учитывая сложившую ситуацию, будет еще хуже оставить его в родитель одного. Хорошо, пойдем в твою комнату. Пойдем, сынуля. Это твоя книга заклинаний? Я не могу ее прочитать, мам. Я научу тебя, когда ты станешь старше. Это все пустышка. Дому просто нужен декор. Блин, а что если... Теория. Не подходи слишком близко к огню. Я знаю, мам. Теория. Сразу. Что если сыночек наш, это как раз-таки плод нашего эксперимента. Он, на самом деле, гомуникел. Гомуникел. Так, это твоя комната? Жди-то... Что-то так много здесь... Много здесь, блин, всяких помещений, знаете ли. О, ты собираешься заменить этот рисунок на новый? Здесь много места для двух. Я думаю, что прошлый рисунок от 100, его нужно выбросить. Ага. Ни в коем случае, я сохраню его. Когда он подрастет, то он не будет дарить мне свои рисунки. Я должен сохранить, и пока есть возможность. По крайней мере, она привязана, видимо, к нему. То есть она ценит его труды. Ну, раз ты не видишь, насколько я стал лучше. На самом деле, нет. Так, а что, не будет? Нет? Банки, склянки... Так. Я хочу из Больши маминой стрипни. Я знаю, не так много рецептов. Тебе нужно попробовать приготовить что-то новое. Это ведь что-то типа науки? Брин, школьник умный. К сожалению, кажется, я не смогу отказаться от кофеина. На что похож куск кофе? Горький тебе не понравится. Я не узнаю, пока не попробую. Жаль, что не сможешь. Отстой! Фу, мам, фу. Пара горшочка. 20 марта. Сегодня посмотрел телевизор и спросил... Мам, правда, что в городе так много людей? Это выглядит как выдумка. Мама это единственный человек, которого я знаю. Мама сказала, что в школе дети моего возраста сидят за партой по 8 часов. Это так долго! И все дети моего возраста делают это? Как хорошо, что я живу тут в лесу с мамой. Реально, респект. Повезло, повезло. Школа, фу, ВКонтакте, класс. Школа, фу, хижина в лесу, класс. Вот так вот. Мне интересно, как выглядят дети моего возраста? Они такие же маленькие, как я? Мама сказала, что другие люди очень опасны. Сказала мне всегда быть бдительным. Все, больше нет записей. Жаль. Очень прихожая. Мам, это не путь в мою комнату. А что? Я хочу погулять, сынок. Что за табуретка стоит? Я вот думал, раз нам не нужно больше в стуле. Что, если к нам придут гости? Не будь у нас гостей, мы же ему черта на куличиках. Незваный гость не в счет. Кто знает, может он придет, жизнь полна сюрприза. Я не особо люблю сюрпризы. Правильно, я тоже. Могу понять. Извиняюсь. 14 июля. Мама в последнее время дает мне смотреть только мультики, но мне все равно. Они все равно веселые. Я думаю, это из-за того, что я задавал слишком много вопросов, когда она показала мне взрослый фильм. Упс, пингвины такие милые. Я попросил маму подарить мне одного, и она сказала, что они в лесу не водятся. Зато она принесла мне птичку. Но на следующий день я не смог ее найти. Думаю, она улетела домой к своей маме. Да? Точно. Хочешь яблочко? Хочешь яблочко? Хочешь яблочко? Космин, дом уютный. Давай посмотрим телевизор. Уже поздно, не правда ли? У нас же нет соседей, которые могли бы и напожаловаться на нас. Время спать. Тебе нужно ложиться рано спать, чтобы вырасти большим. Ты же не хочешь быть вечно маленьким. Конечно, не хочу. Я хочу сказать больше тебя когда-нибудь. Я думаю, что это произойдет когда-нибудь. Мой конструктор. Не наступи на него, мам. Я наступлю. Это самое лучшее место в доме. Потому что она около камина. Нет, потому что ты всегда тут сидишь. Я из всех сил стараюсь не улыбаться, как дурочка. Блин, знаете... Иногда я разговариваю с растениями, как будто они мои друзья. Я же покупал у тебя куклу. Говори с ней. Я мог говорить с обоими. Я читал книги, что общаться с растениями полезны для душевного здоровья. Знаете, на самом деле, забавно и мило. Вот это... Мило вот эти отношения у... У нее к вот этому сыну в кавычках. Хотя мне все больше и больше скажут, что он реально из проверки... Ну, как из проверки. Из плод эксперимента. Но... Блин, у них, конечно, интересные взаимоотношения. Мне нравится, как она к нему относится. Она прям реально очень, видимо, любит его. Хотя, учитывая ее род деятельности, мне казалось, что он типа злая будет, тетя. Ну, хотя... Не знаю. Может быть, они все такие к своим детищам. Иногда мне хочется спрятать твою шляпу, чтобы ты не могла поехать в город. Ну, если она когда-нибудь пропадет, я буду знать, кто за этим стоит. Эй, это просто мысль, я никогда так не сделаю. Жачу... А... Я хочу такую шку, у тебя шляпу. Или не хочу, нет. У тебя фури шляпа, да? У тебя фури шляпа, ты не кобой. Не кобой. Мам, это не будет в мою комнату. Поплачь, сынок. Плаки, плаки. Так. Все говорят, что бабочки красивые, но я думаю, что они просто отвратительные. Это крылья красивые. Крылья это часть бабочки. Да, но я думаю, не все люди рассматривали их вблизи. Хоботок довольно уродливый, он весь избивается в такое. Я не знаю, следует ли назвать мне его честным или тщеславным. Бабочки не красивые, фу. Мам, это не путь в мою комнату. Мам, это не путь в мою комнату. Как это не путь в комнату? Мне действительно проводить здесь слишком много времени. Кто знает, где могут быть эти люди. Я готов. Прибери свои карандаши. Мне пора спать, я уже лед. Ты собираешь заставить своего милого сыночка убраться из-под теплого одеялка? Вау, манипулятор маленький. Карликовый манипулятор. Хорошо, сделай это утром. Сложно его заставить что-нибудь сделать? Два на нем что-нибудь покороче. Три поросенка? Это подойдет. Три хряка. Жили были три поросенка. Их старая мать велела им начать жить самостоятельно. Первый поросенок был очень ленив, построил домик из соломы. Второй поросенок тоже был ленив, построил свой домик из веток. Третий поросенок усердно трудился весь день и построил свой домик из кирпичей. На следующий день по полянке гулял в Болг. Когда он увидел соломиный домик, то решил, что из свини получится очень вкусное блюдо. Поросенок, поросенок, пусти меня, впусти меня. Нет, нет, ни на что наследие, клянусь волосками на своем подбородке. Тогда я буду дуть, дуть и снесу твой домик, домик к чертовой матери. И тогда волк раздинул пасть изо всех сил, разнеся весь домик. Первый поросенок вырвался и убежал прятаться ко второму поросенку. Домик из веток тоже недолго держался, и два поросенка бросились прочь так быстро, как только могли нести их маленькие копытцы. Они вдвоем добежали до кирпичного домика и захлопнули за собой дверь, прежде чем волку успел их догнать. Поросяда, поросяда, впустите меня, впустите меня. Нет, 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 ни за что наследие, клянемся волосками на подбородке. Он все дул и дул, но не смог снести дом. Волк затрясся и от ярости, а потом ему в голову пришла отличная идея, он просто залезет в домик через трубу. Но пока он взбирался на крышу, третий поросенок развел сильный костер и поставил кипятиться большую кастрюлю с водой. Поросенок накрыл волка крышкой и сварил его. И три поросенка съели его на ужин. Что, они съели его? Они съели его. Мам, а волки вкусные? Я не знаю, мы же обычно их не едим. Неважно. Мясо волка это не суть истории. Тогда в чем? Нельзя быть ленивым, всем когда не придется расстаться своей матерью. Жесть. Мам, при чем тут мать? Про мать не надо. Не правляй милосердия к незваным гостям, наверное. Если бы этот волк не проник внутрь через дымоход, его бы не постигла такая участь. Наверное, это имеет смысл. Но я все равно никого не хочу есть. Что это было? Наверное, это ветки стучат. Стучат, я уверен. Может, это привидение? Я пытался сказать тебе об этом уже давно. Это не первый раз, когда я слышал звуки в ночи. Видимо, недостаточно тихо выполняю свою работу. Глупости. Я пойду проверю, оставайся здесь. Хорошо. Кто там, блин, а? Что там за козлы буянят? Книги сказали на другой полке. Полка заполнена учебниками и другими научными текстами. Мам, не читай чужие дневники. Раньше ты просил меня почитать их. Что ж, времена меняются. Ты называешь Убертат. Тебе же всего 10 лет. Он даже повесил замок. Я не хочу быть назойливой мамой, но... О, Тверди тоже интересно, что он там пишет. Я, конечно, понимаю лично пространство. На самом деле, поддерживаю лично. Я зам личного пространства, но... Все-таки родители хотя бы должны плюс-минус знать. Должно быть какой-то... Ну, блин... Мало ли чего он там пишет, правильно? Я, конечно, не отец. У меня нет детей, но... Не знаю. Хочется все-таки самого хорошего для своих детей. Все-таки... Родители, они как бы знают. Пускай у детей могут быть свои секреты, да? Которые они хотят хранить втайне. Типа они там стесняются. Какие-то вещи рассказывают, да? Но мало ли что там. Мало ли что там. Особенно в современном-то мире. В современном-то мире. Мало ли там какую-нибудь... Глупость написал. Я думаю, что это правильно. А кто ему скажет, что это не так, кроме его родителей? То есть такая вещь и тема довольно... Довольно серьезная. Мне кажется, родитель, который беспокоится. Они бы хотели знать, что там вообще думает. Про себя ребенок. Это мистер Медведь. Мне кажется, ему одиноко без друга. Он заведет друга в твой день рождения. До марта осталось всего несколько недель. До марта уже давно-давно прошел. Блин, сколько получается? Четыре месяца уже как. Тетя. Тетя, блин. Тетя, мотя. Так, флешбек. Будь тише. Почему не всегда приходится надевать так много слоев одежды? Потому что ты замерзнешь. Но я в порядке, мам. Сейчас, данную зиму, ты замерзнешь нашмерть. Вот так вот даже. Тогда я просто останусь дома у камина. Ты не можешь вечность сидеть заперти. Но когда я выхожу на улицу, ты всегда волнуешься, что меня кто-нибудь увидит. Летом много любопытных туристов. Зимой в лес заходят только мертвые. Уф. Какие-то жуткие вещи вы рассказываете своему ребенку, мадам. Но я хочу выйти на улицу, когда будет солнечно. Может быть, я слишком опекаю его? Он и так много выпускает. Я не могу дать ему нормальное детство, но это самое малое, что я могу для него сделать. Если ты пообещаешь быть осторожным, то можешь погулять и днем. Может мне новые карандаши и новые книги? Да-да. Что-нибудь еще? Конфеты. В той книге, которую ты мне подарила, дети осенью ели конфеты. Кажется, называется Халлюин или как-то так. Об этом не может быть и речи. Конфеты тебе нельзя. Но он явно необычный ребенок, понятно. Он, скорее всего, там, зимой он там... Хотя, не знаю, странно. Но зимой, наверное, он замерзнет, это он растает. Не знаю, сложно. Но можешь только одну, пожалуйста. Нет, что я тебе всегда говорила? Ты говорил мне больше думать о себе? Да, ну-ка, на карту поставлена твоя жизнь. Когда тебе грозит опасность, всегда ставь на себя на первое место. Избавься от других, если они встанут у тебя на пути. С конфетами то же самое. Хорошо, мам. Хорошо. А теперь мне нужно кое-что сделать. Когда я закончу, я съезжу в город и принесу тебе книги. Эээ, вот та фак, что за звуки? Ааа, вы кто? Вы кто? Эй, ты! Вы кто? Стоять! Ты, сынок, спишь? Что это были, мам? Просто будь в безопасности. Ты слишком беспокоишься? Не беспокойся, мне уже 10. Даже когда вырастешь для меня, ты останешься моим малышом. Потом шастает, а? Обалдели. Кто это был? Кто это был? Рисунки Минт, он подарил вам самое лучшее на важнее рождение. С 58 днём рождения, мама. Сегодня 4 ноября, Минт. Вы становитесь старой. 58, жесть пожилая, блин. Но они выглядят на самом деле на 58. Выглядят на лет 30, наверное, максимум. Научные книги. Фотографии, которые вы используете как закладку выпала. Опа. А, подождите, подождите. Угу. Тогда не факт, что ребёнок из пробирки на самом деле? Может быть, она собирается, наоборот, воскресить своего мужа? Уже, а не вырастить ребёнка, что она уже сделала. Общественное признание вас не волнует. Всё же вы храните награды, даже спустя столько времени. А в какой области эти награды-то вообще? Комната Магнолии. Закрыт изнутри. Запасной ключ должен находиться на складе. Интересно, что это ещё в той комнате. Ага. Сейчас зима, а стирать много не приходится. В такой погоде одежда засохнет целую вечность. Старые файлы недовольно скучны, в основном от дикой природы в этом районе. В противном случае, вы бы не составили их тут валяться просто так. Моющие средства, очистящая жидкость, отбеливатели. Вы должны держать это в недоступном для вашего сыном месте. Но становится выше. Жим, балкон. Вид не очень впечатляющий. Вы можете видеть ночное небо. Приемлемо. И как бы на растении. Какая-то дверь секретная. Секретная дверь. Ничего нет. Тут пусто. Так, напомню тогда искать ключ от этой комнаты. Непонятный. Знает бы, где еще кладовая. Я обнаружил только по слову, как проверю каждый уголок и трещинку этого дома. Так, это не склад. Но, блин, здесь много всякой информацион. Информацион. Вы сделали все, что могли, чтобы это выглядело как настоящая школа. Нам удалось сделать лишь имитацию. Так, да. Школьная доска. Вы используете ее для домашнего учения Минта. Модель человеческого скелета. Ла-бла-бла-бла-бла. Рабочее место. Часики. Тик-тик-тик-тик-тик. Малыш, я не просто пропущу. Биология. Мята широко используется в кулинарии. Она хорошо растет во влажных местах и может их распространяться, если ее не контролировать. Она может наносить вред новой среде обитания, поэтому мы должны быть осторожны при высаживании ее с другими растениями. Почему я называю ее Минт? А, Минт-то прозвище. Минт. Ребенка нашего так зовут. Здесь есть апречка первой помощи, самое необходимое. К счастью, вы никогда не сталкивались с настоящей человеческой ситуацией. Этого было бы недостаточно. Путылки с химикатами. Так, всякий мусор валяется. Вы не хотите этого признавать, но от вида огня у вас видны мурашки бегут по коже. Здорово. Семена тут, блин, удобрения. Вы купили слишком много, ему это больше не нужно. А он просто какому? Сынку или, блин, муженьку? А где ключ-то? Десятое января. Я не могу заснуть сегодня. Я пошел к маме в комнату. Она сказала, что я большой мальчик. Я должен уметь засыпать самостоятельно, но она ошибается. Я маленький мальчик, не могу даже достать до верхней полки. Я оставил на своем. Мама всегда говорит, что я не могу сделать что-то, если... Что-то. Но если долго я буду говорить, пожалуйста, 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 она разрешит. Она, как вареное яйцо, твердый только снаружи. Мне все еще нельзя есть конфеты. Не мне к менту. Он разбрасывает их по всему дому. Я уже понял. Вы думаете, что благодаря картинам и украшениям ваша работа покажется все на менее пугающей? Вы не знаете, сработало ли это. Так, пидвал, пидвал. Какой очевидный меч, чтобы спрятаться? Глупая девчонка. Глупая девчонка. Так, а где ключ? Мне нужно найти ключ, правильно? Он будет здесь. Или не здесь? Или я какую-то комнату еще пропустил? Так, странно. Еще раз. Находиться на складе. Склад это что? На каком это языке? Так, ну это склад. Короче, где это должно быть? Здесь, наверное. Скаль на складе. А вот и ключ. Вот он. Господи. Так, ну теперь. Теперь надо. Надо вниз. Вниз. Сюда. Ты думала, что можешь спрятаться от меня? Нет. Это твое хобби? Ты хочешь вламываться в дом ничем не повинной старушки? Невинной? Ага, пожалуйста, скажи мне, что я сделала. Ты просто пытаешься вытенить информацию? Поймала меня. Я не понимаю, о чем ты. Мне просто интересно, зачем ты вломилась в мой дом. Отойди. Почему? Что я могу тебе сделать? Почему ты так напуганная? Я ничего тебе не скажу. Ты так же бесполезен, как и прошлое. Бау. Жесть. А сейчас посмотрим, что у нее там есть. Значок детектива и вырезка из газеты. Погоди-ка. 20 лет назад вспоминание о пожаре в лаборатории Биогеникс. Сегодня исполняется 20 лет со дня трагического инцидента, в результате которого десятки людей погибли и сотни получили ранения. Пожар начался в лаборатории с западного крыла университета, известный своим исследовательским оборудованием. Хотя суд признал пожар следствием халатности, выпускники и нынешние студенты прежнему недовольные. Они утверждают, что речь идет о преступной игре и тайнах правительственных проектов. Имели свидетельство о том, что на объекте проводились незаконные эксперименты, в том числе поблизости были обнаружены следы незаконно полученных органов. Декан университета отказался от комментариев, настаивая на том, что они не знали существования проекта и что слухи о создании гомункулов в лабораториях являются одновременно нелепыми и невозможными. Искусные люди – это не что иное, как миф. Ну, окей, было очевидно в принципе. Гомункулу, что в переводе с латыни означает «маленький человечек», это концепция, популяризованная в XVI веке. Считалось, что при определенных писательствах можно искусственно создать человека в бутылке. Считалось, что гомункулы обладают сверстственными способностями, такими как трансмутация или хождение по воде, поскольку они рождаются всеми знаниями в мире. Они также могут передать эти способности своему создателю. Магнолия Фарагер – единственный выживший член команды проекта, до сих пор числится пропавшей без вести. И этот инцидент по сей день остается окутанным тайной. Откуда это у нее? Сегодняшние незваные гости – это группа детективов? И они тоже специально следят за мной? Похоже, я недооценила серьезность ситуации. Это очень плохо. Нифига себе, флешб, нифига она молоденькая, блин, тетя. Уф, уф. Ты можешь же перестать приставать ко мне по этому поводу? И я думаю, что твоя жена заслуживает это знать. Ты в последнее время ничего не говоришь о своей новой работе, рано что не все рассказывала. Жена? Неужели не понятно, что я молчу из-за соглашения неразглашения? Я думал, это очевидно. Жена? Две жены, получается? Жена и жена? Мама и мама? Ничего себе. Я думал, что это мужчина на фотографии был. Или, может быть, я неправильно понял. Я слышал о всевозможных и сомнительных слухах о твоей работе в той лаборатории. Говорят, университет закупает незаконно органы, поэтому они так отчаянно пытаются подкупить прессу. Что ты там изучаешь? Если я тебя так волную, то не связывайся со мной. Ты можешь идти в любой момент. Ты просто так хочешь выбросить на ветер все годы, проведенные вместе? Магнолия, послушай, я... Нет, да ты послушай. Если ты не хочешь уважать мое личное пространство, то я готова подать на развод. Я предупреждала, что моя работа всегда будет на первом месте. Как все дошло до этого? Черт. Если власти здесь, то они все тут перероют. Магнолия, помоги! Ху, ху! Если ты выжжешь и проболтаешься в Сиба... Проболтаешься ему во всем, то все пропало. Не понимаю, слишком близко к сердцу? Помоги, я не хочу убирать! Помоги! Я просто хочу довести дело до конца. Ничего себе. Мне нужно убрать здесь все. Нельзя, чтобы Минт увидел. Полагаю, я позволю присоединиться к ее подруге. Норма, у него прицеп, смотрите, на сохранение. Фанни. Мам! Нет! Я же сказал ему словаться в постели. Подожди, сынок, у меня дела. Блин, я туда пошел. Стой, сынок! Блин, как... Через окно, может быть, как-нибудь? Пустите. Или он, типа, не поймет. Я могу справиться в тело здесь. Вряд это можно назвать идеальным решением, но у меня нет выбора. А теперь вернемся к осмотру дома. Так. А что еще осматривать-то? Еще других людей искать. Сынули, ты где? Все, спишь? Что это было, мам? Окей. Так, ну можно было, так понимаю, еще прямо к сыночку пойти, но это потом уже. Это потом уже. А! Напугал. Так что за чепчик? Стоять. Что ты делаешь в моем доме? Магнули, ты изменилась. Ты знаешь меня? Это я, Орион. Ты действительно зацикленного только на Северос, никого не замечаешь вокруг. Понятно, мы были в одной группе. Прошу прощения, ты просто не запоминающийся. Я должен был заметить это раньше. Заметить что? Насколько ты расчетлива. Слушай, если ты не забыл, то это ты пробрался ко мне в дом. Не тебе читать на нотации. Это было необходимо сделать. Ты не следуешь правилам, тебе все равно на человеческой жизни. Здесь пропадают люди, там где находишься ты, люди считают без следа. Я не понимаю, о чем ты. Не играя в дуру, ты не можешь оставаться безнаказанной. Тебе не нужно было убирать эту профессию. Я уже позаботилась с твоих напарник, так что никто не будет тебя спасать. По крайней мере, я парка похороню вас всех вместе в качестве одолжения. Ты убил даже Дав? Боже, ты и вправду холодная сука. Дав? Она тоже здесь? Да, она остановит тебя. Ха. Я хочу посмотреть, как она попытается. Даже если она здесь, то ничего не меняет. Ты это правда сделаешь? Что с тобой не так? Ты не видишь всей картин, как всегда. Не волнуйся. Я сделаю все быстро. Чик-чик-чик-чик. Есть ли прям что-нибудь полезное? Бумажник, значок, больше файлов. Черт, ничего интересного. Я должен найти Дав, или она уже ушла. Она намного умнее, чем эти клоуны. Так, а труп тут пусть кайфует. Трупачок пусть кайфует с зеленым. Привет, извини, что сегодня опоздала. Мне нужно было поесть, прежде чем прийти сюда. Это Дав. Ты Дав. Понятно. Я так понимаю, ты мало что слышал об Орионе? Раньше он почти не появлялся на забраниях нашей группы. Я понимаю, что он сейчас покажется. Может, это из-за того, что накричал на него? Может быть, он заслужил. Ты хочешь завалить этот курс? Я имею в виду... Нет. Я хочу пройти этот курс так же, как и ты. Хорошо, тогда давай займемся работой. Я уже нарисовала набросок плаката. Ты нашла информацию? Да, я нашла слишком много исследований. Мы можем сделать наш плакат практически на любую тему, которая связана с геномомом человека. Тогда нам нужно выбирать лучшую. Магнолия? Да, Дав. Как же он читает эту игру? Как же он ее читает? Я хочу спросить. Ты так строга к другим. Почему ты терпишь меня? Терплю тебя. Ты исполнительно не нравятся твои мысли. Две редкие черты характера в академических кругах. Я тоже хочу спросить. Ты проводишь много времени с человеком, которого считаешь грубым. Почему? Я думаю, ты мудрая. Все эти идеи о том, как связать с алхимией и наукой, о которой ты мне рассказывала, Магнолия, я думаю, они все такие замечательные. Я хочу видеть, как однажды они воплотятся в жизнь. Мне приятно, что ты так думаешь. Большинство считает это все чепухой. Но это не имеет значения, делать это для себя. А пока нам нужно закончить еще университет. Да, и наш проект. Мне следует перестать вспоминать свои студенческие годы. Эти дни прошли. Эти дни прошли. Так. Где ты прячешься, дорогая? Дорогуша, ты где? Ты где? Подвале. В морозилке. В холодильнике. С трупом прячешься. Или где ты? Может, ты у моего сынка уже прячешься? Ах ты, блин, я все знаю про тебя, да. Ты слишком умный для своего блага. Ты слишком умна. Он пропал. Куда он делся? Опачки. Опачки. Дневничок. Открыт. А, подожди, пароль. Сейчас, я попытаюсь вспомнить. Какая у нас там, какие у нас там даты были? Ну, не, вряд ли. 3.13. Подожди, может быть так? Нет. Ну, конечно, нет. Скорее всего, 58. 58. Ноября. 10 ноября. Так, сейчас. 10 ноября. Такой не вольфер. Это 11 месяц. Подожди. Так, сейчас я вспомню обязательно. 4 ноября. Окей, я не мог вспомнить дату конкретную. 4 ноября, получается. 4. Нет? 4 ноября. Почему нет? А, господи. Не 10, 11 месяц. Я только сказал, что месяц, ноябрь, 11 месяц. В итоге я, блин, забыл сразу про это. Ну, блин, гений. Гений нас на YouTube. Не важно. 5 ноября. Я хочу впасть в город, но мама расстроится, если я сбегу из дома. Правильно. Конечно, расстроится. Она все-таки моя мама, но я просто хочу, чтобы она рассказала мне, почему мне нельзя туда. Другие дети ходят в город с родителями. Почему? Правда же? Я видел по телевизору. Почему взрослые запрещают, что просто потому, что они старше? Мне уже надоели книги. 10 декабря. Я встретил кое-кого в лесу сегодня. Я думаю, она того же возраста, что и мама. Она сказала, что мама плохой человек, и мне не нужно говорить о нашей встрече. Она милая, что у нее нет конфет, но она сказала, что в следующий раз принесет мне их. Я так знал, что мама делала много плохих вещей. Она думает, что я не знаю, но я знаю. Думаю, мама не хочет, чтобы я знал. Поэтому я буду молчать, не хочу ее расстраивать. Вот так вот. Так, это, конечно, хорошо. А где мой сынуля? Где сынок мой? Опа. Ночь, темный и холодный, почти ничего не видно. Она хотела убить окно. Плохой план. Я укрепил его именно из-за этого. Резиновая уточка минта. Она не в крови, случайно? Костя, в эту ванну не заходил даже. Так, подвал. Нет. Это не подвал-то, ванная, просто душевая кабинка. А где ты, куда она делась? Выходи на честный бой. Она, наверное, улицу пошла уже. Нет. А где она? Где я еще не смотрел? А, вот он. Книги здесь, где кто-то был. Где ты? Пусть, где ты? Книги. Ну, книги-то хорошо, конечно. А куда они могли деться? Жесть. Куда они пропали? Где ты? Где вот она? Где? Я не понимаю. Так, но я снова вернулся на крышу. Тут что-то произошло. Они же не могли выйти на улицу, верно? Опа. Да, ты меня поймала, поздравляю. Это стоило того, что ты проследовал меня все эти годы? Прекрати нести чушь, Магнолия. Меня бы здесь не было, если бы ты не сделала все эти ужасные вещи. Какие? Можно поконкретнее? Что ж, это очень неловко. Что мне стоит сказать ей? Почему так одержимо, но давить на нее? Когда она постарела, это уже тетя. Одержимо? Сколько людей были убиты того, Магнолия? Я же не единственный убийца во всем мире. Кто-то должен привлечь тебя к ответственности, и я так, кто это сделает. Я должна была попытаться остановить тебя раньше. Возможно, все не зашло бы так далеко. Вероятно, ты твоя вина. Твои чувства неуместны. Мам! Бинт! А где настоящие родители ребенка, Магнолия? Они тоже убиты? Они тоже среди тех пропавших по твоей вине? Как грубо. Я его настоящий родитель. Я сделала его. Ты родила его? Тебе обязательно говорить бы это так, как будто... Нет, я его сделала. Буквально. Лучше показать тебе. Сними с него шапку. А, он цветочек! Он цветочек. Что это, черт возьми, такое? Росток? Ты понимала, правда? Если для того, чтобы остановить мои исследования, то я, с сожалению, вынуждена сообщить тебе о том, что ты опоздала. Он гомункул. Они говорили, что это невозможно. Я сделала это. Я создала его сама. Столетия исследований оказались бесплодными, но я завершила их менее чем за 10 лет. Тогда все эти исследовательские заметки о нем? Все те люди, которых ты убила. Ну, он все еще находится на стадии взросления, но его пища это кровь. Я же не могу заставлять его всколодать, правда же? Было ли это все успешным? Ха? Раз ты не видишь, что он практически неотличим от людей? Именно так. Я просмотрел твои исследовательские записи. Все тесты провалены. Все эти истории о волшебных вещах, которые могут делать гомунку. Это все ложь. Ты доказал, что все это выдумки? Ты просто сдала обычного мальчика. А это что, плохо, что ли? Материнство по себе является наградой. Это правда, что у него нет ни магические сокровища, ни знания, ни магическая сила, но... Он называет меня мамой и дарит мне рисунки. Разве это не настоящее волшебство? На самом деле, создание жизни это... Это, в принципе, невозможный процесс. И во всех религиях это называется чудом. Рождение ребенка. То есть, если искусственный способ... Ну, конечно, таким кровополитным, наверное, нет. Но в теории, если это возможно, то это реально чудо. Ну, это и есть чудо, даже такими ужасными способами, но... Так или иначе. Я никогда не смотрел на тебя в роли заботливой мамочки. Справедливо. Я не хотела быть такой. Как долго ты ждала, чтобы рассказать, что кому-нибудь все это... Достаточно. Наверняка есть другой способ, чтобы кормить его. Тебе не нужно делать все это? Ты, как всегда, слишком оптимистична. Ты не узнаешь, пока не попробуешь. Если выяснишь, что какой элемент крови на самом деле нужен... Будет легко создать заменитель. Я не хочу рисковать. Если что-нибудь случится с ним, у меня нет необходимого медицинского оборудования, чтобы ухаживать за ним... Проверьте пульс мальчика, он стоит просто молча смотрит на все это. Отдай его мне, я возьму его в город. Ты шутишь. Кто знает, что они с ним сделают? Он не человек. Не все такие безумные ученые, как ты, Магнолия. Этот ребенок заслуживает того, чтобы у него было нормальное детство. Нельзя его держать рядом в качестве маленького научного проекта? Как ты смеешь-то говорить. Я воспитывала его, как могла. А? Мам, вот. Пистолет добавлен в ваш инвентарь. What the fuck? Видишь, он как я. Жаль, что твой комплекс спасателя помешал тебе это увидеть. Игра окончена, Дав. Спасибо за игру, это было весело. А-а-а! Мам, посмотри на вид, поезд такой быстрый. Не подходи слишком близко, как на уминт. Извини, что нам пришлось покинуть наш дом так быстро. То место уже не было безопасным. Такими темпами он выросил таким уж, как я. Я не уверен, нравится ли мне это. Действительно ли так будет лучше для него? Все хорошо, я с тобой, это самое важное. Я люблю тебя, мамочка. Наверное, ты прав. Я тоже тебя люблю, Минт. Ты знаешь. Когда все много устаканится, возможно, стоит включать больше продуктов в твой рацион. Правда? Я наконец смогу есть конфеты? Конец. А, спасибо за игру, не за что. Не за что. Да. Так. Ну теперь, собственно, здесь еще одна есть концовка. Которую можно будет получить. Чем я буду сейчас, собственно, и заниматься. Так. Собственно, вот столько мы читаем ему книжку. Все, до этого тоже самое делать надо. Когда мы читаем ему книжку, как раз таки нужно... Нельзя выбирать третий вариант. Поэтому он, блин, тетю завалил. Тетю завалил. Так, нельзя быть ленивым. Я не ленивый, я очень трудолюбивый. Сегодня я очень много рисовал. Я не говорю, что это такое. Просто сказок характерна на личных каких-нибудь поучений. Что это были? Так, ветки стучат. Собственно, вот. Так, вот теперь мы снова. Снова на крыше. Появится она. Так. Так, тут, в принципе, вроде как тоже не важно, чем убирать. Так, тут сног появится. Мам! Так. Так, горы... Цветочек наш появился. Главное не ошибиться сейчас. Блин, будет очень неловко. Давай вернемся в город. Так, давай вернемся в город. Понимающие люди. Нужно больше творить другие магнолия. Ты и я. Мы обе видим, что этот ребенок такой же, как и любой другой. Я не могу вернуться назад. Ты же просто собираешься бросить меня в тюрьму, не так ли? К сожалению, ты совершила поступки, которые я не могу просто проигнорировать. Я обещаю, что буду хорошо заботиться о твоем сыне. Будем навещать тебя. Как мило. Как ты думаешь, что калет мне дадут? Ты действительно будешь приходить так долго? И мы уже не молоды. Мы обможем рейдить до того, как закончится мой срок. Я притягивал тебя достаточно долго. Хм. Разве это не было бы здорово? Жаль, что тихо гнить в тюрьме это не в боем стиле. Нифига она крутая, блин. Я оставляю его на тебя. Не прыгай! Минт. Будь хорошим мальчиком и слушайся ее, ладно? Думаю, я с мамой тоже. Мам? Дав, тебе лучше держать свои обещания. Я всегда буду следить за вами двумя. Макдолия, эй, что? Она исчезла. Мам? Я знаю, что, по-моему, это одна из нескольких игр, нескольких частей. Потому что, вроде как, в этой серии есть и другие еще игры. Тоже, по-моему, если не ошибаюсь. И, возможно, возможно, кто знает, что с ней произошло. Кто знает, может быть. Она просто исчезла. Она не прыгнула. Трупа не осталась, ничего не осталось. Она просто пропала. Она настоящая ведьма. Глубоко в лесу есть роща, где ветви деревьев цепляются за шею, а воздух пропитан вредными испарениями, которые высасывают человека саму жизнь. В центре рощи стоит дом ведьмы, высокомерный, могущественный и несчастный. Ведьма бесследно исчезла, оставив после себя свое творение. Ни одна живая душа не знает, что с ней стало. Со временем молва о ее делах забылась. Жизнь продолжается, и новые истории выходят в свет. Но кое-кто все еще застрял в прошлом. В конце концов, это ведьма была моя мать. Ты уверен, что справишься с этим? Я снимаю, что у тебя остались здесь какие-то хорошие воспоминания. Ты действительно вырос. Позови меня, если произойдет что-нибудь странное, хорошо? Хорошо, спасибо, Дав. В конце концов, я так и не смог заставить себя называть ее своей мамой. Я рад, что никогда не подталкивало меня к этому. Пасынули. Дом, милый дом, полагаю. Нифига он, конечно, прям... Даже не знаю, на кого он больше похож. Учитывая все, что здесь произошло, просто поразительным, каким нормальным я стал. Посудили удивительно, даже росток пропал твой. Даже росточек пропал. Так. Что тут у нас? Просто нигмамы? Так, это мы видели. 3-1-3. 3-1-3. Это мой день рождения. Как она вообще вычислила дату? 3-1-3. Ну, наверное, когда-то... Не знаю. Как... Какая разница? Как бы она сама решила просто. Так, тут закрыто. На второй этаж. Так, нам нужно в подвал. Что это такое? Что это такое? Ох, значит, люди перерыли весь дом, но остались мои рисунки. Да, лучше рисовать я не научился. Наверное, никогда не был художником. Ну, что поделать. Не всем дано, как говорится. Закрыто. Какой мама поставила код? Интересно, какой же. На удивление, чисто, наверное, потому что дверь была заперта. Это первый раз, когда я здесь. Наверное, наглядываясь назад, я понимаю, что на самом деле... Не хотел знать, чем она здесь занимается. Ну, понятное дело, блин. Кровища тут еще. Это кровь! Запах, она свежая. Этого не может быть. Эта лаборатория все еще используется. Так и есть. Добро пожаловать домой. Мам! Вот так вот? Серьезно? Серьезно? Вот так вот? Не, ну... Конечно, интересно получилось. Просто вернулось, блин. Просто вернулось. Ну, я знаю, что... По-моему, есть продолжение. По-моему, это одна... По-моему, три игры было, как минимум, когда я смотрел. Я просто... Я же, по-моему, говорил по поводу того, что вот эти игры уже выходили. Ну, точнее, я видел эти игры. И эту игру тоже. Хотел давно поиграть, но перевода просто не было. И точно, скорее всего, скорее всего, продолжение есть. Ну, не скорее всего, так и есть. Есть продолжение, которое я бы хотел посмотреть, на самом деле. Игра выглядит прикольно. Игра прям такая, знаете, добротная, приятная, нарисована красиво. Главное... Ну, конечно, не главное, ладно. Не главное. Главное. Это сюжет, персонажи и атмосфера. Так что, блин, надеюсь, что перевод в даль... Надеюсь, что в дальнейшем перевод в других игр тоже не заставит себя ждать. Потому что если одну игру уже перевели, то, наверное, в будущем другие переведут. Почему бы и нет? Надеюсь. Надеюсь, что люди увидят... Надеюсь, что вы посмотрите это видео, поставите лайк. Такие люди, которые переводили эту часть, переведут на другие. Потому что кому-то точно надо это. Кому-то это точно надо. Мне как минимум. Так что, вот. Ну, на этом мы закончим. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Также на мои социальные сети. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось это видео. И это прохождение. И эта игрушка. Вот. Оставьте ваши комментарии. До скорой всем встречи. Увидимся с вами в следующем видео. Пока. Или стриме. Я так же стриму не надо. Если кто не в курсе. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.